С Новым Годом! С наступающим Новым Годом, свинюхи! Это снова я, Дава Дыма, броши после тяжёлой болезни, но всё равно в хорошем, блядь, настроении, да? Этот выпуск будет максимально неинформативный, кому-то интересный, кому-то неинтересный, но суть это не меняет. Это открытие подарков от разных компаний, ихние гифбоксы, мерч-продукции и всё остальное. То есть, от этих всех подарочков становится очень тепло на душе, приятно и большое спасибо, что вы, собственно, их дарите, да? Но, так как канал поменял немного свою тематику, и здесь мы теперь говорим без купюр. Поговорим о том, об этих подарках. Это не совсем подарки. Подарки. Так можно назвать, да? Вот многие говорят, подарки, подарки, но нет, это чуть-чуть не подарочки. А что это? Что это? Что это тогда? Это маркетинг. Да, это маркетинг. И когда такой подарок дарят кому-то блогеру, да, там, ну, кому-то человеку, то его задача не просто сказать спасибо, его задача отработать. То есть, и сейчас я как проститутка в майке от Дарксайда, да, The Other Outfit, буду, собственно, это отрабатывать. Но перед этим, на мне сейчас маечка Дарксайда, а именно The Other Outfit. И, как есть такая интересная фраза, одежда ведущим предоставлена компанией The Other Outfit. Будь модным, дерзким и крутым. И, короче, если вы зайдёте на сайт The Other Outfit и при заказе корзины до 9 января ведёте промокод, то вы получите, да, и бейшую скидочку на шмотки. Кроме, конечно, персональных мундштуков. Так что заходи на сайт The Other Outfit, выбирай себе крутой шмот и будешь крутым чуваком. Прикольное, кстати, качество охуевшее. Погнали, ладненько, давайте открывать наши маркетинг-боксы, да. Первый маркетинг-бокс, который мне подарили, это был от компании MadPeer. На самом деле я был дико удивлён тому, что компания MadPeer вообще решила их делать. Потому что сколько я знаю эту компанию, знаю я её почти с самого основания, потому что у меня был один из самых первых их колянов, который я обозревал с пиздатым номером, да, одним из самых первых номеров. И после этого я от компании MadPeer вообще не видел никакой такой, скажем, щедрости. Мне, как бы, я не с претензией, я не с претензией вообще. Это дело компании. Хотят, хотят. Не хотят, не хотят. И заставлять их никто не имеет права это делать. Но дождались мы бы такого вот маркетинг-бокса. Давайте, собственно, посмотрим, что у нас в нём есть. Коробочка реально пиздатая, открывается прям как новый айфон. Прям так щик. У нас здесь есть вот такие вот наклеечки, плюс магнитик MadPeer. Далее. Есть очень крутая футболка, даже я сейчас покажу её. С очень пиздатым принтом. Мне нравится, когда на вещах вот такие вот лейблы нашиты, да, прям реально кайфуешь. Это вот такая вот футболочка. MadPeer. Охуенная. Она мне очень понравилась. Хотя я её всё равно упаковал в пакет ради вас, блядь. Я её не носил ради того, чтобы вы, блядь, посмотрели, как это всё упаковано в этой коробке. Далее. Целая тонна, реально, блядь, здесь очень много вот таких вот 50-граммовых пачечек MadPeer. Это говорит о чём? О том, что MadPeer больше не будет продаваться только в 250 граммах. Но и теперь для максимально удобной розницы 50-граммовые пачечки вот такой вот в обойме. Да, ну это реально обойма, как бы, да. Вот такой вот подарочек от MadPeer. Идём дальше. А помимо MadPeer здесь ещё и заиграла компания VTO. Она подарила очень, блядь, тяжёлый бокс. Вот такую вот коробочку, которая открывается, собственно, вот так вот. Да, типа так, опа, открыл. Что у нас в ней, собственно, есть? Конечно же, есть ром. Кубинский, хороший, прикольный, с акцизочкой кубинской. А, нет, акцизочка русская. Ладно, не суть. Алкашку я люблю, ну, не пить, а коллекционировать. У меня её очень много, потому что мне, как бы, её многие производители задаривают. Дальше. Ихняя большая чашечка под VTO-шечку. Маска с магазина, лента. Да, я вчера по ленте закупались, я такие видел маски. Мне ещё Даша говорит, о, смотри, говорит, вон где VTO купили. Далее есть табачок от VTO-шечки. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь баночек обычной VTO-шечки. И баночка перека, которая стоит полторы тысячи за 20 грамм. То есть они переплюнули свой табак и сделали табак ещё дороже. Далее есть карты для покера, ну, игровые карты. Есть, как называется она, гильотина для сигары. И, собственно, сама сигара Пердома. Очень крутые. Ну и самое главное, наверное, самое интересное, что здесь есть. Это книга про табак. Вот это самый, наверное, крутой такой подарочек, да, именно интересный. И я его обязательно прочту. Возможно, что-то новое для себя в плане сигар подчеркну, да. То есть это очень-очень круто. Так, идём дальше к нашему следующему подарочку. Это у нас компания Sarcozy Company, да. Компания Sarcozy Company, кто не знал, да. Наш хороший, милый друг Коля Sarcozy. И начал делать свой табак. Именно свой. Не какую-то там матрёну и всё остальное, да. Именно свой. Также у него как бы есть кальянные. То есть потихонечку открывается франшиза. То есть пацан как бы продвигается. И он заслал мне вот такой подарочек. Ещё самое интересное, что за этим подарком я поехал почти в другую сторону Москвы. Блядь, простоял там 40-минутную очередь. Потом ещё на складе стоял минут 40. Ждал, блядь, пока они поднимут свои жопы и начнут работать в мороз. А потом ещё столько же возвращался домой. Так что этот подарочек для меня очень ценен. Почему? Потому что я пройбал очень много времени. Я додумал, что неужели наконец-то здесь будет табак от Коли Sarcozy, да. Ну, Sarcozy Tabaka. И я смогу наконец-то это попробовать. Потому что я ещё как бы нормально это не пробовал. Но здесь было кое-что поинтереснее, чем табак от Коли. Здесь вот такая вот мини-битка от Коли. Вот, Sarcozy Tabaka. Да, вас мог. С уважением. Вот, ебашить буду с уважением. Табачка я в этой коробочке не нашёл. Но и хуй с ним, да, как бы. Подождём. Попозже в новом году, может быть, появится. Далее, у меня есть ещё два подарочка. То есть, есть ещё три подарочка. И два из этих трёх подарочков реально называются гифтбоксами. Они ни в коем случае не маркетинг-боксы. Они реально гифтбоксы. Первый мы откроем, конечно же, маркетинг-бокс от компании MacLeod. Многие, наверное, уже слышали о такой коробочке. Многие её заказывали, многие её получали, многие её хотят получить. На самом деле, компании MacLeod можно было бы мне это всё не дарить. Им достаточно было мне подарить новое охуенное блюдце для MacLeod. Чтобы я вот это блюдце убрал, нахуй, больше никогда не видел. Теперь, когда мне скажут, что MacLeod дерьмовый, я скажу, чувак, бля, обоснуй, в чём он дерьмовый. Он скажет, с клапаном, я скажу, братан, уже новые модели MacLeod X. Там охуенно всё с клапаном. Он мне скажет, блюдце дерьмо тонкое, я скажу, чувак, у них уже новое блюдце, блядь. Так что мне достаточно было бы только лишь одного блюдца, и я был бы максимально счастлив. Здесь ещё есть письмецо. Дорогие друзья и коллеги подымы, поздравляем вас, ля-ля-ля-ля, от всего братства MacLeod. Ля-ля-ля-ля-ля, больше, счастливее, сильнее. Короче, и мы хотим сказать вам, давайте вместе дружно выпустим в этот сгорающий от пешки мир немного безмятежности и приятной мысленной прохлады. С Новым Годом, ваш MacLeod. Также они мне задарили скидочку на 20% на всю их продукцию на сайте macleod.ru. Поэтому я, наверное, сделаю вот так вот. Кто успеет, тот успеет. Здесь, кстати, есть промокод на скидку. Оп, успел запомнить. Всё, кто первый заюзал, тот заюзает. Что у нас в этом гифте? На самом деле в этом гифте есть много того, что я не люблю. Так, что, да? Это шабака, да? Это алхимик, это ещё что-то. Это ещё что-то. То, что я не люблю. Также здесь есть нилитекс. Прикольная штучка. Можно будет после Нового Года отмыть тарелки и кастрюли от салатов и жареной курочки. Есть угли у Азиса. Есть дафтик. Гуа-манго мой самый любимый вкус. И есть вот такой вот нехуёвый Медолюбов крем-мёд. Кстати, он уже будет сожрать попозже. Чашечка от Японы Хуки. И вот такой вот мунштучок. Есть ещё вот такое вот шило, которое у меня ещё было в 2013 году. Я заказывал его на shishastar.de. То есть немецкий сайт. С этого сайта мы, собственно, тянули кае. И другие приколюхи. Другие прихолюхи. Теперь идём к двум подаркам, которые, как я и говорил, не могут называться маркетинг-боксом. Наверное, самое интересное я оставлю напоследок. И у меня есть вот такая ещё белая коробочка. С ней очень интересная история. Я прекрасно знал, что она от Маклауда, потому что их менеджер мне писал и говорил, да, забери белую коробку. Я такой думаю, блядь, с какого хуя у всех такая она коричневая, да, бежевая, с надписью Маклауд, там, и всё остальное. У меня обычная белая, я думаю. Ну ладно, походу, меня обделили, но коробок у них, походу, не хватило просто таких, да. А я пошёл, забрал, открыл. И я сразу понял, что этот подарок не до меня. Это подарок для Даши. Почему? Вот здесь вот уже вот такой наборчик для малышечки, да, для маленькой девочки. Кто не знал, да, я буквально через месяц стану отцом. И вот такой вот подарочек Маклауд сделала лично, собственно, подумали и, ну, как бы сказать, чутко подметили, что мне прям нужно. Варюшки Маклауд, вязаные, настоящие, блядь, не напечатанные, сука, настоящие, блядь, тёплые шерстяные варюшки. Варенье. Хлопушечка с Новым Годом, да. Сейчас я письмо открою. Бенгальские огонёчки и вот такая вот нихуевая вот свиночка, бля, хрюня. Она самая топовая. Свечечка, шоколадочка и какие-то чаёчки. Вот я не знаю, что это такое. А, это всё было задарено, но самое главное, наверное, это письмо. Я даже его попробую сейчас целиком быстро прочитаю. То есть оно написано не от руки, хотя я подумал, что от руки. С Новым Годом, Дава, с Новым Годом тебя наш дерзкий, неутомимый товарищ. Ну да ладно, всё это хуйня, сам понимаешь, то есть, да, как чутко под меня прям. А вот твой новый блог, это, это продвиньтесь, короче, круто, свеже, живо или даже проще заебись. Придираться по нихуевая, короче. Ты, блин, чёртов Гордон Рамзи в кальянах. Такой талант, хоть затранжирь. Здесь я почему так медленно читаю? Я хорошо на русском читаю, просто здесь немного не очень такой прям шрифт. И ещё, Дава, счастья и любви вашей потрясной семье. Ждём пополнения, ждём вашего нового маленького счастья. И от души обнимаем всей нашей дружной командой охуенно МакЛауд. Вы красавчики, что вы сделали такой подарок. Реально, вот эти пелёночки, распашоночки, они прям реально сейчас вот в самый раз. И я буду просто знать, что они от компании МакЛауд, которая не только преследует какие-то свои интересы, да, но и, конечно же, интересы их партнёров. Ну и, наверное, напоследок это подарок от Дарксайда, который тоже нельзя назвать гифтбоксом, потому что это не совсем подарок от Дарксайда. Это подарок от директора Дарксайда. На самом деле я не знаю. Люди уже знают, как тебя зовут по-настоящему или нет, или ты до сих пор скрываешься, что ты не директор Дарксайда. Но всё-таки я тебя палить не буду. И назову тебя, как ты привык, чтобы тебя называли люди незнакомые. Сергей Воробьёв, спасибо тебе большое. Это реально очень прикольный и очень необычный подарок. Почему? Я вам сейчас его покажу. На самом деле многие уже получили этот подарочек. О, боже, блядь, он в плену, что ли, там. Вот. Это вот такая вот коробочка. И когда я должен был его получить, я должен был позвонить Сергею Воробьёву, да, как бы номер-то я его знаю. И он должен мне объяснить, как правильно открывать эту коробку. То есть, да, он говорит мне, я ему звоню Алёгу, Серёгу, ну не Серёга, да, а, короче, подарок получил, что делать дальше? Он говорит, открывай аккуратно. Говорит, надеюсь, там всё целое и не разбилось. Мы вот так вот открываем. Здесь у нас есть письмецо. И есть вот такой вот гипсовый я. Животик, животик, ой, я буду теперь ему постоянно живот гладить. Да, это на меня очень похож, но, блядь, если были бы очки, ну я, наверное, попробую маркером аккуратно оправу дорисовать, потому что даже на статуэтке я не готов себя видеть без очков. Кепочка есть, круто. Маечка моя любимая с Кота Космонавтом есть. Даже кроссовочки мои, да. Вот, собственно, вот такой вот я. Здесь также есть набор карт. А вот здесь вот у нас сюрприз. Это, короче, мафия. И спасибо большое, что они сделали меня обычным мирным жителем, да, то есть обычным неинтересным персонажем, а выделили мне определённое какое-то звание. Допустим, да, вот что-то пройдёмся по званиям. Хукабокс, Кирилл Глушенко и Кудза. Так, Антон Гайворонский у нас, мафия. Илкин Шафиев, чёрный судья, блядь, чёрный судья, блядь. Тут-то дальше пошли честный... А, это честный судья. Ася Закатова у нас, адвокат. Лукьянов, дон мафии. Путков, шериф. Савинов, доктор. Ефимов, маньяк. Саркази, бессмертный. Реально, я не видел, чтобы у человека могло заливаться столько алкоголя, и он не умирал. Артём Синяков у нас, ниндзя. Марик Комиссар. Бля, забыл, как его зовут, прикиньте. А, Денишкин, ёбаный ворот. Денишкин у нас, чё, честный судья. Ну а хули, мафия. А остальное уже почему-то пошли честные кальянщики, и я рад, что я не в этом списке честных кальянщиков, потому что... Согласитесь, ребят, давайте, давайте делаем так. Пишите в комментариях... Пишите в комментариях, почему мне присвоили карточку оборотня. И за самую прикольную теорию я отправлю пиздатый подарок. То есть, ну, блядь, до 5 января вы пишите прикольную историю, почему Даву оборотень. И за самую прикольную историю я, конечно же, собственно, отправлю прикольный подарок. Вот такие вот карточки, вот такая вот мафия, да, это очень прикольно. Дарксайд, молодцы. Ну, Сергей Воробьёв красава, додумался. И у меня есть личная своя статуэточка. Так, ну и ещё, конечно, есть маленький тумбус. Это тоже от Сергея Воробьёва. Здесь у нас есть мои плакатики. Тоже очень круто. Это с фотосессии Дарксайда про футбол. Они до сих пор его всю юзают, эти фотки. Ну, короче, круто, да, согласитесь? Охуенно. Ну, короче, собственно, вот так вот, ребят. Вот такой вот маленький выпуск. Я думаю, полноценно отработал всё. Большое спасибо компании Маклауд, компании Мэтт Пир. Отдельно Дарксайду огромное спасибо. Коля Саркази, спасибо. Заранее, наверное, скажу большое спасибо компании Элемент. Потому что я знаю, что ваш подарочек едет до сих пор. И я его ещё не забрал. Но там уже Инстаграмчик зарешает. Огромное спасибо компании Маклауд от Даши. И от нашей малютки, которая вот-вот скоро появится на свет. Так что всем пока, всем спасибо. Не забудь написать, почему я оборотень. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok